Небесный, утешитель души истинный, И живи в детстве, и вся исполняя Сокровища благих, и жизни подателю Прииди и всели тяны, и очисти мне от всяких скверных, И спасти Боже, души нашу. Отец наш Небесный, Господь и Бог, любящий Создатель, Мы просим Твоего благословения, Чтобы Того вкрыл нам в глубины Слово Твоего Священного и Вечного, Дабы мы научились доверяться Тебе, Путеводи нас Духом Твоим Святым. Благодарим Тебя за труды прошедшей недели. Ты сам обличай нас, но не предавай в руки врагов. Тебе слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Окошко закрытся. Там можно перекрыть, а то он плохо. Зато еще обновить. Ну что, считатель? Замечательно скрытся. Зашистой за седьмой, да, тихо, становись. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет, иди за Мной, отвергнись себя и возьми крест Свой, и следуй за Мною». Толкование. Идет же за Иисусом не только тот, кто исповедует Его Сыном Божиим, но и проходит путем всех бедствий и переносит их. Не иметь никакого попечения о теле и житейских потребностях вообще, но презирать самого себя. Итак, всякому нужно оставить любовь к телу, чтобы взять крест, то есть возлюбить смерть, и ревностно искать смерти, притом позорной. Каковою и была смерть крестная у древних. Распинаются на кресте многие разбойники и воры, но они не ученики мои, потому пусть последуют мне, то есть покажут и всякую другую добродетель. Отвергается же самого себя тот, кто вчера был невоздержан, а ныне стал воздержан, каков был Павел, отвергшийся себя. Рассуждайте, поднимай руку, кто и говори, как. Если будет другому откровение, первым молчи, а тут все молчат. Без откровения. Откровения никому не открыты. Ну, молодежь. Поднимай руку и начинай говорить. Важность знания Писания в том, чтобы применить его в деле. Важно его запомнить. Но надо притворять в жизнь. В чем молчат все? Вот, заметьте. Кто хочет идти за мной? Что идти? Ну, и слово идти надо объяснять, что это такое. Человеку даны ноги, их надо переставлять. Иногда человек несет себя на корабле, надо плыть. Иногда на воздухе, надо лететь. На машине колеса крутить. Но нигде нету, кто хочет сидеть со мною, отвергнуться от этого мира. И дальше это нет такого. Нету. Мы вот читаем притчи Иисуса Христа о благовестии. Вышел сеятель, сеет. Ни одной притчи о монашисти-то нету. Просто нету нигде. Что отвергнись от мира, закройся за стены в монастыре, избери себя у настоятеля, и ты спасешься. У тебя ноги будут больные, вены будут лопаться, и ты спасешься. На месте стоять. Кровообращения-то нету. Это профессиональная болезнь священства. А здесь написано, как прекрасны ноги. Ноги прекрасны. Не насмотришься. Благовествующих мир не просто идет, а идет и говорит. Благовествующих благое. Но можно сказать проповедующих мир. Можно, но к Христу это не относится. Именно благовестие, благая вещь, что мир дается ради Христа, умершего за нас. Ради его голгофской жертвы. Ходили в народ на удовольствие. Они говорили, надо разделить там землю, поровом, всем. Тоже проповедовали мир. И тогда не будет богатых, бедных. Но это не благовестие. Благовестие это благая вещь мира. От Христа я умер за вас. Я примирил вас с Отцом Небесным. Благовествующих мир. Кто хочет идти за мной, идти. Возьми крест, отвергни себя первое. Раздави себя, возненавидь себя, угнетай себя, желай смерти. Возьми крест и следуй за мной. Следуй, а впереди идти. Следовать тоже двигаться надо. Уже уходя с земли, Господь говорит, идите по всему миру. Идите, не сидите вы на одном месте. Вытряхну я вас здесь. Вас будут каждый день воровать, поджигать, топить вас. Идите. Не пойдем. Нам так хорошо здесь, Господи. Так мы обжились у нас. По два этажа. Третий может подстроить. Дети с нами прыгают, как телята. Ну, куда мы пойдем? Мы осеменились. Это невозможно. У меня амбар с зерном. У меня машина и гараж. У третьего еще что-то. Ну, можно дальше-то рассудить. Вот бывает, иногда Господь упрекает. Даже дважды. Проклините, проклините, мироз. дважды проклините. Ибо он не пришел, Господу с храбрыми. Не пришел, опять же, не шел, сидел, закрылся в стенах и смотрели, на чьей стороне победа будет. Где победа, мы тогда склонимся. В стране идет переворот, в стране. Патриарх замер. ГКЧП подняло голову. Язов, министр, двинулся. Пуга, министр внутренних дел, что-то делает, его убьют. Патриарх не слово. Четыре дня выжидали, а на чьей стороне будет победа. И когда увидели, что ГКЧП провалилось, тогда Патриарх делает первое заявление. Почему не пришли Господу на помощь? Господь, проклините, проклините, мироз. Война закончена. Зачехлили пушки, идти домой, а Господь говорит, остановитесь. Пересчитали. Ну, хоть один человек есть из потеряевки, то есть, простите, из мироза. Ни одного нету. Все мечи вон из ножен. Идите уничтожьте этот город. Ни жены, ни ребенка, ни скотины, ни дома, ничего не оставляйте. Спалитесь, сравняйте, распашите это место. Вот как выгода своя оканчивается. Где они вечности будут? Но я в одном месте нашел только, может еще есть. Я плохо знаю Библию. Трижды говорится. И на что-то Бог указывает, что люди всегда говорят. И Господь через порока говорит. Вы говорите, здесь храм Господень. Храм Господень. Храм Господень. Трижды. Вы надеетесь. Щенгиза Айтматов написал роман «Плаха». Поставили фильм, и в конце заканчивается. Спрашивает бабушка, зачем нужна дорога, если она не ведет в храм? Люди как усыпились за это. Вот здорово сказал. Ну, в храм пришли, а что изменилось-то? Лбы мощат, не крестят, лгут. Я сегодня отвечал на такой вопрос. Олег Синяев дает ответ одному, он говорит, которому дает Максим Сим. Он говорит, что вот, вы мой духовный отец на меня. А вот Олег Синяев говорит, что советская власть запрещала, запрещала крестить. Условия были такие, поэтому не было полного погружения. Я говорю, так ли это? Давайте посмотрим на старобрядцев. Есть белокринитская иерархия, древнеправославная, новозыпковская. Почти 50 разных течений, там, часовенные, дырники, голбежники, поморские, беспоповцев. И за 300 лет ни один не крестил краплением, только в полном погружении. Правильно говорю? Ни один. И никто не пойдет. Его сразу извергнут. А вам запрещали. Я пошел к полномочиям прелигиозным культом Седишев Александр Петрович. Как правило, бывшие сотрудники КГБ на пенсии, генеральского звания. Эти люди многое знают. Я говорю, почему, Александр Петрович, запрещаете крестить полное погружение? Я? Да мне хоть утопите вы их. Вот и все. То есть, Пилат вымыл руки и сказал, я чист от крови вашей, вы понесете наказание. Итак, идите, не сидите. И вот это мы сейчас прочитали. Бог говорит, как благословенны ваши ноги. Идите по всему миру и проповедуете Евангелие всей твари. Всей твари. Муха летает над вами, эта тварь. Петух кукарекает, тварь. Медведь лещит, тварь. Всей тварь. А были ли такие? Фома Кимпийский, мы считаем, Серафим Саровский. Медведю проповедуют. Один святой зашел во время непогоды в пещеру. Ты когда разглядел, а там лев. Он ему проповедь начал говорить и говорит, Лев, ты, конечно, сильнее меня. Ты любишь человече, но ты меня съешь. Но этого делать нельзя. Лев, у тебя души нету, а у меня есть. Иди-ка ты из пещеры. Лев поднялся, потянулся, наверное, и вышел. Они разговаривать умели. Они ему проповедовали. Это не один раз мы встречаем такое. Во имя Иисуса Христа. Змея расселась. Вот представьте, спиридон приходит один, говорит, ну край нужда, дом не могу купить, там, тебе продали в рабство. Ну и денег надо. Ну где я тебя возьму? Ну ты же все можешь. Да что я могу? Это я, Бог может. Ну пойдем в сад. Зашел, яблоки растут. Ну еще яблоки копейка. Он глядит, большая змея ползет. Так, змея, деньги нам нужны. Во имя Иисуса Христа. Да будут деньги. Она вся порубилась на золотые монеты. Он их собрал и купил корабль, поехал. Когда заработал денег, опять пришел и говорит, только рассчитаешь, он опять деньги сложил так. Итак, деньги превратить в змею. Змея замкнулись, деньги, змея поползла в кусты. Так это басни, сказки. Похоже на сказки. Но так было. У него умерла дочь, Анфиска. А любила там у подружек брать там разные, вешать сережки где-то. И внезапно умерла. Молоденькая девчонка была, замуж не хотела. Но что-то ей нужны были сережки. Так пришла. Анфиска у меня взяла, не отдала. Он говорит, то я тебя возьму. Я не знаю, что она брала-то у тебя сережки-то. Да они такие дорогие, еще от бабки достались. Ладно, пошли. Анфиса, вот пришла Ньюрка там с соседнего двора, спрашивает, куда ты положила. Она мертвая, в гробу лежит. Она села, а я ее вон там, говорит, в ногах, в целлофан завернула, положила. И опять легла и померла. В сказке? Так это уже не сказки. В сказках такого нету. Это житие святых. Что означает? Означает благовестие миру и когда люди обращаются к Богу. Вот мы сейчас прочитали. Многие называются христиане. В России перепись прошла 85% христиан. Вообще здорово. 85 из 100. А тут и татары, мусульмане, евреи. Ну и сколько верующих. А вот узнать, сколько людей ходят регулярно в храм, соблюдают посты. Меньше 1%. Ну и еще получилось. Оказалось на 300 моченых. 300. Это делает исследование в Алтайском государственном техническом университете 5 лет. Доктор Цепенник Евгения Павловна. 100 групп. 3000 студентов. И она из года в год опрашивает. Опрашивает. Но это научный труд. И наконец она выводит. Сколько крещеных, сколько верят, что попы это только крохоборы. Деньги содрать. В церковь кто ходит. Люди невежественные. А целомудрые. Понятия нет. И на 300 моченых, крещеных называется, только один что-то знает. Но это 0,3%. Я эту статью взял и Максиму подарил. Антоний тогда был еще, кажется. При Антонии Маседичи, епископ алтайский, Мацовка Патриархата. Он говорит, а я как-то просмотрел эту статью. Я говорю, так она вот она, в этом журнале. Вот. Вот здесь вот журнал. Называется Алтайская миссия. Вестник Алтайской митрополии номер 5. Вот кто не видел, посмотрите. Фотографии, статья про Потеряевку тут. Московской Патриархии. Возьмите. И в этой газете, она как в виде газетки была. И там эта статья. Я говорю, вы ей награду выдать должны. Она такой громадный труд пять лет проводила. Я к ней пошел и говорю, Евгения Павловна, вы здорово сделали. Вы понимаете, вы показали, что веры-то в народе никакой нет. Она такая испуганная сразу. Да вы что? Я говорю, да. Я теперь воцерковилась, говорит, в Хару пою, кандидат технических наук. Но я не думала, что такой вывод. Я говорю, именно такой есть. А тут вот статистика ваша. Она писала 99,9,9, но она не задумалась, к чему идет. Ничего не знает, почему. Идите и благовествуйте. Вот эту книгу Библия подними ее над головой. Открой первую страницу. Посмотри, какая книга. Как она застегивается. Повыше. Поверни на Володю. Погляди. Как рукой на любую книгу, только нажала, она откроется, там вырезанная. Вот все. Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Всем, кто бы он ни был. Сегодня он не примет. А ты не знаешь, что будет завтра. Вот этого вора поймали сегодня. Опять у нас тут вора поймали. И я ему стоял и говорил, это все мы засняли. Говорил о Боге. А милиционер приезжает, следователь с уголовного розыска, очень к нам не расположен. У них статистика, воровства нету. И мы статистику меняем. У них премиальных нету. Мы вора за вором ловим. Они говорят, вы не должны ловить воров. Не должны. Я говорю, я раньше считал, везде такой-то, такой-то, без помощи милиции задержал человека и орден дают ему. Одна женщина проснулась, а такая, ну, блядь, хорошая женщина-то. Где-то у нее 115, что ли, килограмм весу. Ну, а какой-то там залез ли что-то, и она его придавила, дотянула до телефона, позвонила. Милиция-то приехала его забирать-то. Она ему, кажется, три ребра сломала, мошонку там повредила, раздавила там. Его сразу в скорую помощь повезли. Она его придавила всем грузом-то своим-то. И все. Вот, говорит, он не ожидал. Это газета милицейская пишет. У нас тоже герои есть. Сегодня опять сумели задержать. В гречишном поле мщался он, и там задержали. И кто? О ком даже не подумаешь. Человек совершенно неверующий. Это Бог так делает. Итак, идите проповедуйте. Его привезли вора, а тут ему проповедовал. Я ему все рассказывал о Христе. До чего ты живешь? Как ты жалеть будешь? И уже ролики будут выставлены в понедельник-вторник. Будет называться так. Воры царствие Божие не наследует. Первое послание Коринца, там сколько? 6-10. Откуда взято? Царствие Божие не наследует. Я говорю, у нас отец, инвалид войны, вот как руки не было. 10 детей живых, 10. И он только наказывал. Не воруй в карты, не играю, знаю, башку отшибу. И мы боялись. И выросли, никто не воровал. Как же ты? Одного поймали, а трое в кусах сидят. Они в четвером приехали. Нигде не по грибы, нигде не ходите по одному. Но если это будет продолжаться, люди возьмутся за оружие. Я не про нас говорю. Начнется отстрел. Это в других государствах это было. Народ просто брал власть в свои руки. Милиция пишет, милиционеры оборотни, оборотни. В Ростове задержана группа милиции, возглавляла ее женщина. Дальнобойщиков останавливали, расстреливали и все остальное продавали, уводили. Мы там ехали несколько раз, нас останавливали, милиция, но у нас с собой мощная собака была. И они сразу отступали и отпускали. Видимо, неохота отведать собачьих зубов, а Господь хранил. Но мы ездили. Виктор ездил с нами, Николай Крущев. Итак, кто хочет следовать за мной, Господь говорит, первое, отвергнись себя, свои я, амбиции свои. Иногда ученость мешает, а я учился. Как один подошел к бабке и говорит, баба, в Бога надо верить. Да я верю, молюсь Перидону, молюсь Николе и угоднику. Ты знаешь, кто с тобой разговаривает? Она откуда же мне знать-то? Я богослов. О, про вас написано, проповедуешься к варе, Бог и для ослов проповедует. Вот и все. Давай. 25 стих. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее толкование. Призывает нас к подвигу мученичества. Кто отрицает Христа, тот приобретает душу для настоящей жизни, то есть спасает, но он погубит ее впоследствии. А кто теперь погубит ее, но ради Христа, кто претерпит мучения ради его, тот обращает ее в нетлении и жизни вечной. Обрящет ее в нетлении и жизни вечной. Вот это журнальщики такие. Весь из одних храмов. Храм Господень, храм Господень. На каждом листу. 2, 3, 4, 5, 7 и все одни храмы. И где в один день разрушили 50 тысяч храмов, как не бывало, 57 тысяч. А храм нетленный, когда человек верили, он на небо идет. И об этом как раз здесь мы и считаем. Ничего нельзя сделать с человеком, который обрек себя для Бога. А чем ты меня хочешь пугать? Ну, к святому подошел, там, бест какой-то, и говорит, ты сколько живешь? Он говорит, да уже 102 года. Да к тебе еще жить 50. Ты 50 лет голодать будешь? 50. А я-то думал, еще лет 200. Господи. Да слава тебе. Бесу так не понравилось. Говорит, он провалился сразу. Он напугать хотел. А я, говорит, приготовился еще на 200 лет. Надо знать ему, что ответить. Этот уголовный, кодекс уголовник, может быть, какой-то, приезжает он тогда с Галей Глушковой, вот это, который на крысе беседовал-то, говорил, не снимайте. Это он самый, не снимайте. Я к вам в лагерь приезжал. Я тут два часа вас ждал. Вы меня не захотели видеть, а теперь что-то хотите от полиции? Да какой же ты, милистонезовец, это мстительный такой. Ну, самое первое, я в лагере не был. Еще дальше. Все остальные твои на ворот, это никакое значение. Я и не знаю, что ты приехал ночью тут. Шарич Сергея не надо. Тебя охранять надо государство, а ты мстить приехал. Потеряевка, это пуп тут, мама с Пареона воображает себя. Люди смотрели тот ролик, говорят, да он уголовник настоящий, у него весь жаргон, весь уголовный. Мы еще будем говорить с ними, может, в другом месте. Вот писал Владимир Владимирович Маяковский, моя милиция меня бережет. Пускай бережет. А как он бережет-то, когда все ворует? Ну и дальше. 26-27 стихи. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приедет сын человеческий во славе отца своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его толкование. положим говорить, что ты приобрел весь мир. Что пользуешь в благоденстве телесном, когда худо состояние душевное? Здесь можно плакать, воздыхать, творить милостыню. Там нельзя. В мире это все строится на обмане. Если бы по правде сегодня стали жить, государство развалилось бы. Ложь скрепляет. Ну, представьте, подлинная статистика. И сказали бы, государство-то совершенно не туда идет. Преступность несколько раз увеличилась. Административный аппарат почти в 4 раза больше при коммунистическом режиме. Детей 3 миллиона, как в гражданской беспризорной. Да невероятная цифра. Откуда это? Милицейская сводка. Каждый год теряется 150 тысяч человек бесследно. 150 тысяч. 50 тысяч из них вообще никогда не найдены. Куда ушло? Вот мать вышла, видели, она из машины, молочный магазин, дома ребенок, живут хорошо. Вышло, больше нигде нет. Ни в магазине ее не видели, ни дома нет. По сегодняшний день 4 года. Где? Чем она милиция должна занимать или полиция? Я беру только статистику, которую они публикуют. А публикуют далеко не то. Ее, говорят, в 4 раза умножать надо. Вот умирает от наркоты, столько-то. А когда статисты просчитали, говорят, да врут они. Это в 5 с половиной раз, говорят, занизили. В разы. Но если бы мы это понимали, знали бы причину, почему так люди живут. Причина одна, не веря в Бога. Я осудился много и пришел к выводу, что судьи могут быть только верующие. Глубоко верующие, верующие в будущий суд. Пусть это будет мусульманин, христианин, буддист, еврей, который знал, за неправду придется отвечать. За неправду тебя Бог будет судить. Он бы как трепетал. А он не боится взятку? Я сегодня об этом говорил. Студент юридического факультета, 5 курс. Он уже закон закончил, все. Ну и вопрос задают, скажите, вот вы будете работать, ну допустим, прокурором, судьей, там где-то. Взятку вам дает, вот такую-то. У него глаза на лоб. Будете брать взятку? 80 с лишним. Студент ответил, да, возьмем. Еще ничего нет. Он еще, а когда он там оперится, то будет, значит, сегодня взятка, это речь идет больше миллиона взятка. Недавно смотрели, полтора миллиона взятка. Взятка. Значит, они бьются там за землю, за какую, а сколько это стоит? Все остальное 2 миллиарда. Ему стоит отдать, пролоббировать интересы. Хорошие счетчики, а тот выпускает ему надо, а никто не берет. Пролоббируйте, чтобы изменили хорошие счетчики. Все, всем на лапу. Щубайс подсказал, больше никто этот счетчик не будет считать. Убрать, купить новый. Тебя принудят, иначе электричество обрежут. То есть, они делают, что хотят, и называется, продвинуть вперед чьи-то чуждые интересы. И вот и все. Мы купали с пруду 200 лет, этому пруду, через 2 года. Приехали, купаться нельзя. Вода дождевая. Почему нельзя? Надо пробу взять. Ну, взяли. Что-то нашли? Нет. А без нашей справки, то есть, справка будет у него. Бумажка. Дай бумажку мне. А то я в одно место пойду, у меня бумаги нет. Тогда разрешил купаться. И что делать? Перекрывают все. Из Екатеринбурга приехали, все до Новодетских лагерей закрыли, ни одного нет. Война детям объявлена. А какие лагеря? Это не наш какой-то, захолустный здесь, в Мазанках. Настоящие. Найдут всегда. Со мной разговаривает доктор медицинских наук, замглавы администрации. Он говорит, закрыть любое предприятие я могу в течение одного дня. Где угодно, найду пылинку. Пылинка обыкновенная, и все. Слава Городия, открывали, храм построили. Ну, сегодня, завтра, ну, открыть не дают пищать, и все. А у вас вот здесь вот капель, а он не такого цвета. Да почему же раньше-то не сказали? Вначале отбивать его отбойным молотком, отбили. Сделали, пришли. А у него рубчик так вот, посередке маленький, на нем пылинка задерживается. Второй раз отбивает, да вы, у нас, говорит, уже денег нету. Тогда он пошел к полномоченному, отец Николай Войтович, и говорит, ну, мы не можем никак открыть, а с ним хорошее отношение, он за них везде. Тогда полномоченый прямо говорит, ну, отлучите Игнатия от церкви, и храм сразу откроют. А я пришел и говорю, на какой крови вы строите, как ворота Ерехона. Ты отлучил, он говорит, а за что я его отлучу, когда еще за ним нет? Я сам поехал туда разбираться. Это история в моей жизни. Они ставят условия, определенные условия. Вот уберите это, уберите такого-то. Если активно будешь работать по населению, и посмотришь, что маленькая община где-то, тебя будут преследовать. А ты делай как положено. Скажи, что я хочу сделать, чтобы всем было хорошо. Не нарушая Конституцию, не нарушая первое слово Божие. Вот мы об этом сейчас считаем. Кто хочет душу сбери, то есть не дорожи за свою жалкую жизнешку. Смотришь, патриарх уже 80 лет, и ни одного слова не скажет правителям. Ну, обличи ты, выйди. Скажи ему, ну, что ты делаешь? Какой патриарх в то время был? Алексей Второй. Почему Ельцин ни разу не обличил? Пьяный выходит. В Америке его ждут, там женщины, депутаты собрались, он вышел, и к колесу начал мочиться на аэродроме. Тут же. На это мы верим. Там упал он где-то в Москве реке. Ну, сколько писали об этом. Страну разбазарили. Кто обличил? Ну, и нет никого. Идите по всему миру, проповедуйте, и вмешивайтесь в жизнь. Жизнь политиков, экономистов, социологов, законодателей. Везде вмешивайтесь. Советуйте им, говорите. А они не послушают, а вот это ты не знаешь. Ты надеешься на Бога, и Бог силен сделать. Так они тебя будут слушать. Ну, за эти слова ты тоже ответишь. Я могу сказать. Ты с Богом идешь. Для Бога это делаешь. И вот тогда будет видно, что вера наша не бесплодная. Не дрожи за свою жизнь-то. Это наоборот людей подвигнет. А как подвигнет? Я не знаю как, они увидят, что есть люди, которые заистину готовы пожертвовать многим. Не жизнь, нас никто не убьет здесь еще. Мы находимся еще пока в России. И вот мы видим, сейчас приняли пакет Ирина Яровая. Я не знаю кто, но мне помолитесь, чтобы убили ее. Я что такое? Помолитесь, чтобы ее Бог покарал. Ирину нашего депутата. Я не знаю, когда зашел, так это она все придумала. Что благовествовать надо только по справке. И только в храме. Только здесь. За недонос будут судить-ка в 37-м году. Ты знал, видел и не донес, уже судить тебя будут. Но закон этот я не считал, а другой уже пришел. Но мы на него справки сразу приготовили. Нам не помешает. Вчера просчитал, первого судить будут в суд Кришнаита. Кришнаит какой-то вышел и с кем-то разговаривал и Брашулкова так, да, ну посчитай. А кто-то написал, его сразу раз, подавал. Он врать не может, он говорит, да, подавал. А ты знал, вот этот закон вышел? А что за закон? Что может благовествовать или проповедовать тот, чья община зарегистрирована? Община. В краевом отделе юстиции. И тебе, настоятель, или кто вас старше, выдаст справку, пищать, подпись. У тебя есть? Да мы всегда ходили. Сейчас спрашиваю, есть или нет. Нету. Суд. От 5 до 50 тысяч, 50 тысяч штраф. А если было трое, это уже собрание. До одного миллиона штраф. А это Гитлер не делал. А это Сталин не делал. А это сегодня закон уже принят, и все. Но они еще не говорят, о чем говорить, о чем нет. Вроде бы этот закон против ахабитов, чтобы они не распространяли экстремистское учение там. Ну и тут понятно, что, ну а мы-то, у нас учение мирное, самая мирная религия, христианство. Не религия, а учение. Ничего не слышат. Но мы справки уже все. Кто желает идти, приходите с паспортом, и вам выйдут. Уже бланки пришли. Брат Себастьян потрудился, все по закону сделал, и нам пока в рот не залезли. Мы можем идти, благовестствовать, ездить, как ездили. Но однако закон принят. Почему называется закон Яровой? Оказывается, он автор. Я думаю, там обсуждали, как этот закон сделать известно. Давайте по фамилии ее. Глушкова. О, люди поднимутся, глухой какой-то там делал-то. Ну давай лапки. Да чел, испугался, лапки кверху. Не пойдет, а то Яровая. Вообще здорово. Это спектакль есть там Яровая. Яровая, это пшеница Яровая. Вообще хорошая. Ирина, согласна? Ну как скажете, Владимир Васильевич? Ну Владимир Васильевич, что он сказал, сделали. Дальше пошло. Это сегодня называется пакет. Я весь пакет даже не считал. Пакет Яровой. Ирина звать ее. Так что помолитесь о ней, чтобы Бог не убил ее. Закон против совести. Не по совести. Но он нам не запрещает благовесать. Это пока еще сходно. Лишь бы справка была. Мы зарегистрированы в Крымом отделе истейцы. У нас все в порядке. Считай дальше. 28 стих. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят сына человеческого, грядущего в царстве своем. Толкование. А вместе показывают, в какой славе будут пострадавшие за него, ибо каким светом просияло во время преображения его плоть, подобным сему просветятся и праведники. Некоторые из здесь стоящих не умрут до Толи, пока увидят его преображение. Слышали? Толкование никакого нет. Пройдет несколько дней. И вы вот то-то, то-то. Говорят, а кто монастырь учредил? Я отвечаю, Христос. Монастырь продолжительностью 10 дней. Это было во времена апостолов. 10 дней сидите и ждите обетованного Духа Святого. А тут первая попытка была у Петра. Сделаем три кущи, монастырек, все, мы никуда не пойдем. На Господь показывает, там беснуется. Надо идти спасать. Попытка была вот, я на горе преображения. Это первая попытка создать монашеский чин. Трехущий сделаем. Тебе одну маясь. А вы где будете себе? Да что не строите-то? Да мы уж рядом у дверей ляжем у порога Дома Божьего. А дальше начинаешь рассуждать-то. Какие рассуждения были? Они евангельским светом не были просвещены до Пятидесятницы. Ты это вот запомни и твердо держи. Начало монашеству положить хотел Петр. Все. Господь отверг это. Десять дней сидите и ждите обетованного Духа Святого. Обличайтесь силой и будете мне свидетелями. Где свидетели? по миру. Вы задумались о том и допустим мы пришли в город. Ну какой город? За Ялово приехали в город. И нас там не хреняли. Да пошел ты сектант, еретик. Что нужно делать? Дальше-то что? Фигу ему показать. А ты говорит отряси пыль. А у меня тут закажет заплатой пыль это полкилограмма. Я его отрес и пошел. Отрясаем на вас пыль. Пыль. А зачем? А следователь любой знает. Вот если я жил по Теряевке, если очень хороший исследователь, а я был в Москве где-то, то я ударил пылинки, он нигде больше такой не найдет. Только по Теряевке. Такой состав. Все разное. Сделали фотографии 20 тысяч снежинок. Ни одной одинаковой не нашли. Исследовали пшенищинку. Прямо от Бальзали гость пшенищинку. Ну и там сколько? Из тысячи пшенищинок ни одной одинаковой нету. Конфигурация разная. Разный процент клейковины, там все по-разному. Это нам только кажется. Я смотрю на китайцев, все они на одно лицо, а они на русских смотрят. Да как вы узнаете друг друга-то? У коров бывает рога, пятно, а овечки все одинаковые. Голову отхнет вниз, а наш отец их все разрешал. Тысячу с лишним овечек. Они все разные. И комары разные. Все разное. Ты хочешь убедиться? По человеку определи. Сколько они рождаются, все разные. Вот бывают близнецы ничем не отвечают, а отпечаток разный. Почему? Положил печать на руку, и он говорит. А отпечатки пальцев одинаковых. Ни одного близнеца не было ни разу. Почему? Это главная печать. Вот где. Почему раньше было раз и сейчас снимают. Поиграть на пианино называется. Пальцы намазали. Там специально такие ямочки на бумагу. Отпечатал, все. Это надо только видеть и знать. И когда вникнешь, то есть, а у нас не было благовестников, как нет? А эта пыль откуда у вас? Кто это вам отрес ее здесь? Пыль будет свидетельствовать против вас. Пыль. К неживому обращаются перекладины. Перекладины. Разрушьтесь и падите на людей. Обращаются перекладины. Жертвенник. Разрушься, и все рассыпалось в прах. Мы считаем, как было. пророки делали. К неживому предмету обращались. Даже камни возопьют. Камни. Камни будут говорить. Где находится враг? Вот исследовать Писание начнешь, ты в ужас придешь. Где мы живем? Под какой охраной? Я сейчас разговаривал с одной нашей душой, как она молилась, и сегодня Бог открыл. И говорит, открыл Господь вот этого вора. В прошлый раз Кирилл захватил. Это невозможно. И как увидел, и додумался, и это Господь. А они тоже думают, скажут, что они, заклейменные, что ли? Каждый раз попадаемся. Воруем уже 15 лет, все районы обворовали. А когда потеряем, так как яма какая. Мне с одной один в камере сидел, Сергей звать, и говорит, Барнаул это яма. Я говорю, а почему в камере сидим? Пять лет назад я здесь своровал, ни разу здесь не был. Еду из Иркутска, я говорю, жене, сейчас я сбегаю, папиросы куплю. Только вышел, прямо на перроне его арестовала милиция. И предъявили то обвинение пять лет назад. А как это можно помнить-то? Понятия не имею. И везде, говорят, молва идет, Барнаульский уголовный розыск работает невероятно хорошо. И он сидит теперь за пятилетние давности забвения нету, это не десять лет. Вот какое дело. А когда мы на Бога надеемся, и Бог двадцать, триста лет назад доброе дело сделал, оно как будто на память придет. И человек этот будет другом. Мне один рассказывал Тагинцев, Федор Ефимович, помню, у баптистов выступал такой, мы ходили. Очень хороший проповедник. И вот, говорит, прислали женщину, я не знаю, кажется, двумя ребятишками, еврейка, их высылали тоже. Я ее пристроил на работу, я, говорит, имел это возможность. Там хлеб развозить или что-то. Да после, когда я попал где-то к евреям, она уже рассказала. Они мне на руках, готовы были носить. Ты нашей сестре ведь помог, брат. Как ты понял, что это семя Авраамова, и ты благословен у Бога. Я к правду, говорит, обратился, стал верующим. Надо знать, что Бог сотворил нас не на зло, но на добро. Как я, милостивый патриарх, пошел в монастырь, сидит. Так, ты куда идешь? Заходи. Ты куда идешь? Заходи. И каждый день кормил, примерно, три тысячи человек. Три тысячи, это большой ресторан, не проверню, три тысячи-то где-то. И одна же только триста человек, он плащет, сидит, что плащешь? Совсем Бог меня забыл. Только триста человек зашло пообедать. Нам примеры-то какие оставила история? Это исторические моменты из жития святых. То есть молва пойдет очень далеко, как и Филарете Милосевым. Этот человек тебе поможет. Поможет. Как Наиминь посоветовала, Руфь-то приняла совет. Что сделать? И совет-то такой, знаете, как о царе Дадоне пишет, когда трое, то если я была ткачиха, я бы для Соломира наткала бы полотна. А последнее, как бы я была цариц, я для батюшки царя родила богатыря. И речь последняя по всему приглянулась ему. Царю-то. Портная не так, она торгла пироги не так, вот родит она ему царя. И приглянулась речь. И дальше, как все было. Так вот, если мы будем говорить по Евангелию, и что от проповеди родится царю Христу новая душа, как будут все радоваться. И последняя-то речь приглянулась по всему. Нужно быть свидетелями, свидеть, знать, я был со Христом. Я слышал его голос. И вот вначале делиться как-то. Мне пришлось, я говорю, а ты как ночью встаешь? Будильник ставишь? Да, на молитву. Интересно как. Иногда поднимает нас мочевой пузырь, через него бог поднимает. А еще как? А еще разное. Вот я все рассказываю на случай Анны Долговой. Я, говорит, слышу, вначале ангел стучал в окно. Я, говорит, встану, помолюсь, а на душу необъяснимая радость. Потом тихое слышу дыхание возле уха. Аня, вставай. Я встану. Я один раз только не встал. Андрюша пришел поздно. Авиационный завод рядом же у них там. Я легла, в комнате холодно. И не встала. Больше никогда не было этого. Тихое веяние ветра. Поэтому нужно научиться улавливать вот это веяние ветра. Это Господь побуждает. Вот мы сейчас считаем, не держись на свою жизнешку. Не бойся. Она все равно кончится. Где ты умрешь? Я другой раз вот пойду где-нибудь и вчера там ходил, там все вокруг где делаем. И там в зале живут. Падает огромный со сна упал. Не со сна, это осина. Вот где выезжать прямо-то через деревню. Прямо. И огромный-огромный прямо поперек дороги. А я там только прошел. Как Господь сохраняет? Думаю, я упади здесь раньше и никто никогда не найдет. Только мыши найдут. Я стараюсь скорее выйти на дорогу, чтобы мертвого нашли. Даже поездно проходить. А Господь знает где. Можешь умереть и дома. Один долго не платит. Электричество не набегает, но не платит за квартиру. Решили взломать. Взломали, а он сидит за столом на кухне, мумия, уже 4 года. Высох весь. И перед ним как стакан стоял, так и сидит. Он не упал, как в кресле сидел. И перед ним стакан. А друзей никого нету. Только там, в домоуправе. Сказали, ну что, 4 года не платит мужик. Взломали, а там его уже нет. Он уже на другом полигоне трудится. Я сегодня и говорил, несправедливо же вот это. Воров отпускают, праведных сажают. Ну нет справедливости. Ну кого налог накладывать? На моего отца. Инвалида войны вот такой руки не было. 10 ребятишек живых. 10. Гуси выросли, всех в план забрали. Сказать страшно. А которая забирала пана. Видно, Поросковья. Пьяная где-то упала. Руки, ноги отмерзли. Отец только сказал, наши слезы нашли ее. И рук, ног нету. У Бога все вымерено. И вот эта несправедливость, Иоанн Затаус говорит, больше всего говорит о том, что будет суд Божий. Бог справедлив, а справедливости нету. Это значит, она не в этом будет месте, а в другом. В загробном мире. Несправедливость здесь побуждает понимать, что раз Бог справедлив, значит, где-то она должна быть. И умер насыщенный, и кости его с мозгом, и не болел. Да где же справедливость? Значит, дальше где-то за гробом. Иоанн Затаус. Так что, и на справедливость, мы должны воспринимать, как милость Божию. Чтобы только мозги наши не сбекренило от этого. Я сегодня вот говорил, хотелось проехать, мы работали тут уже больше месяца, на прудах. Три новых пруда, включаем. Еще у нас получилось. И хотелось проехать полтора километра всего тут. И тут полтора, а там даже полкилометра нет. Посмотреть. И взять тех с собой на машину посадить, которые в другой раз они не смогут. Просто доброе дело сделать. Показать. Старенькие, немощные. Ну, показать надо. Они молились за нас все. Я сейчас узнаю, сколько человек. По порядку. Матушка, ты должна поехать с нами. Посмотреть, что мы делали. Не отказывайся. Надежда Васильевна вторая. Нина, поедешь? Третья. Не, не Александр. Вот так. Четвертая. Лиза. Съездить. Ирина. Серафима Гавриловна. Ну и по порядку. Анписывай. Ангелина. В первую очередь, женский полк. Так. Наташа. Ладно. Кто может? Помогите нам. У нас транспорта что-то не совсем хватило. Там непроходимости нет. Вчера в этой дороге ехали уже, которую мы сделали. Еще показать два пруда. Один не пруд, а просто вырыли как яму. И широкую такую. Там был маленький, бощежинка, где бы купались маленькие были. На сегодня, ну просто там. Вот ты вчера был, Володя был, посмотрел. Большая работа? Да, конечно. Вот. Это посмотреть и поблагодарить и Бога. И вам никак не помешает. А средиобыденность, вся рутина эта, и вдруг что-то необычное тут. Мы все снимем, съездим. Так, считай. Глава 17, 1 стих. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возвел их на гору высокую одних. Полкование. Почему Владыка Христос не взял на гору всех своих двенадцать учеников, а только Петра, Иакова и Иоанна? Потому что Иуда не был достоин своими предательскими очами видеть славу преображения Христова. Но могут сказать некоторые, если поэтому так поступил, то почему Иуду одного не оставил внизу и не взял с собой прочих? Но мы не умнее и не премудрие Христа. Если бы одного Иуда он оставил внизу, а прочих взял, то могли бы некоторые сказать, что это и оскорбило Иуду, что потому он и продал Господа своего. А дабы никто из подобных людей ни мы не могли ничего сказать, он оставил Иуду с прочими восьми учениками, чтобы трех прославить видением, а остальных сделать блаженными через веру слышанному. Как говорит Господь, блаженны, не видевшие и уверовавшие. А кроме того, троих он взял для того, чтобы исполнилось слово. Устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Матфея 18.16, Второзаконие 17.6. Три были Петр, Яков, Иоанн, а два Моисей и Илья. Непоколебимые столпы закона. Матфей не противоречит сказанию Луки, что после тех происшествий до преображения прошло около восьми дней. Лука считает первый день и последний, и последний, в который он зашел на гору, а Матфей только средний между ними. Христос взял Петра, потому что Петр очень любил его, Иоанна, потому что сам любил его, а Якова, потому что он, как Иоанн, был ревнитель. Ревность же его видна из того, что он хотел пить чашу, и из того, что Ирод убил Якова мечом в угождение иудеям. Вот видите, какие пояснения дают. Григорий, митрополит Санкт-Петербургский, еще до революции, этот момент объясняет, мне сильно понравилось. Он говорит, Иуда ответил предательством на предательство. Первое предательство Христос сделал. Христос был предателем по отношению Иуды. Они надеялись, что Христос восстановит царство земное, ненавистных фашистов сбросит, по сегодняшнему сказать, и будет здесь справедливость на земле. И вдруг ошибся. То есть Христос предал его интересы. И поэтому он предательством отвечает на предательство. Я ошибся, но вовремя поправляю положение. Я являюсь, я раскаялся, поэтому примите меня. Ну это в революции так было. То сначала за Троцкого, потом переметнулись, а потом, как после НРС власть, всем голову порубили. Ни одного не оставили. И вот здесь ситуация с чем-то напоминает. А когда увидел, что и это неправильно, а выхода не было, варианта было только два. Он оба испробовал, в обоих разочаровался. Он пошел и удавился. Почему-то думает, что на осине. Я с детства слышал. Еще не знал, а это знал. И осина, говорит, по сей день такая трясущая. У нее листики, тихий ветер, она вот так вот трясется. А она круглая, не как у березы-то, его ветер крутит, осина-то. И когда человек не угодит кому-то, да ему какой крест, ему кол осиновую могилу забить. Опять осиновый. Не потому, что осы на нем гнезда бьют, а они бьют гнезда. Неизвестно, там осина может и нет никакой в Израиле. Самоубийство самый непростимый грех. Какой бы ты грех не сделал, есть возможность у Бога выпросить прощения. Вот говорим, держаться за жизнь. Но как? Вот он обратился к жития святых, и совесть все время мучает его. Он убил сколько? Трех священников, 300 почти человек зарезал. И одного мальчика убивал, а мальчик маленький. Он кричал, не убивай меня, но я, говорит, зарезал его, чтобы свидетелей не было. И вот я подхожу к чаше прищищаться, а мальчик стоит и зачем ты убил меня? И он не выдержал этой муки, пошел и властям на себя заявил. Это я убил. И его казнили. Совесть это главный инструмент в душе человека, через который Бог может что-то сказать. Разное есть объяснение, что такое совесть. Разное, разное. У меня свой. Я объясняю так. Совесть это тот участок души, не душа, а участок, через который слышится голос Божий. Почему? Златоуст говорит, совесть первичьей Евангелия, то есть раньше возникла. Закон-то Моисеев все-таки 3600 лет назад, а Адама 5508 до Христа только было, теперь 7508. И далее. Надо доверяться внутренне. Первая мысль всегда от Бога. Так ли нет, не знаю. А то устами младенца говорит правда. Бывает правда. Амбросия когда избирали, а он представитель, сенатор, некрещеный, но справедливый. Не могут избрать епископа, между собой враждует. Нам надо Силуяна, а другие нет, нам Максима надо там. Ну и как он, ну иди да разберись ты, ну только действуй как епископ. Как-то потише, ты уж сильно крутой какой-то. Он так и делает. Его полюбили, а он оттащится. Да я некрещеный. Ну чтобы дискретировать, Симон сказал, я остановился в гостинице, вы мне там, я люблю гренеток, приводите их ночью ко мне, блудницы, чтобы видели, городские блудницы. И народ сразу говорит, да кого убираем-то, блудяга, то другое-то. Но народ понял, твой грех на нас, все, простим, только будь у нас епископом. И он никак. И тогда маленький ребенок закричал, что ты отказываешься, народ тебя избирает, будь епископом. И народ понял, что это Бог говорит. Его избрали. Это Бог так делает. И теперь мы знаем, это один из самых великих святых. Фильм есть такой, сейчас вышел. Там есть о блаженном августине, и все. Конечно, католический фильм, не совсем можно и согласиться, но хороший. Вот мы считаем Евангелие, и мы должны войти в эту атмосферу. Внизу шумит толпа. А почему он взял троих? А почему не других? Вот нам пояснили толкование. Вопрос может возникнуть. Почему меня избрал Бог? Почему мне это открыло не тебе? Почему мне охота Библию считать, а ты не считаешь? То есть вопросы выходят. Мы должны делать правильный вывод. Вот сейчас нас поймали второй раз. Воры здесь были уже не два раза, сто два раза. Уже овещи голову по кустам только находят. сегодняшний вор и говорит а чего вы никого не охраняете? Почему у вас ни одного сторожа нет? Боярли сделаем дорогу и шарщины пойдут. Они искать никого лезут и лезут. Не напрасно бодрствует страж если Господь не охранит. Так он где работает? Почему полез то? Кто? Он где работает? Много на это живется то украл. Ну он сказал он официально не работает. Официально? Да. неофициальная работа. Но если родные так вылгачились и стали сразу милисты звонить что их не справилось задержаться они договорились мысли я дам сигнал ему не надо было телефон надо сразу было отобрать сразу же он дал сигнал так ты что наш сигнал дали ну ты что немедленно скорее звоните милисты что наших задержали а вы там еще рашина ворован это куда ну давай спрячем куда кусты то есть у них уже договорен он прятать не успевает это одна шойка лейка их надо немедленно всех было допрашивать а милиция приехала пришла мы виноваты мы не милиция у нас погонок нет и друг задержали это представь он милиционер на это призвал я не призван на это я призван хлеб выращивать скотиной ухаживать детей воспитывать а он милиционер он ничего этого не делает он обязан охранять он не делает и поэтому ты не лови не порти нашу статистику у нас сколько раз сидишь я сидел с которыми в камере я сколько раз шестой раз шестой раз попался и поехал домой до дома не доехал вышел в ребрихе на станции курицы кудахщит он подошел в сарай залез с шести куриц в голову отвернул да в мешок а видно из мешка кровь течет а там около вагонов то ходит какая-то работница она сразу сообщила его скрутили милиция и все опять он до дома не доехал я поехал к нему на дом я сидел в одной камере я говорю ваш это да что-то говорили освободили а так и не приехал я говорю вы опять взяли он не может это называется клептомания тяга к воровству а почему этой тяги к воровству нету в Америке третий раз попался пожизненно даже судить не будут а в Тунисе Саудовская Аравия судья только говорит они вопрос задают какой рукой брал если ты брал зубами значит голову отрубят правая рука левая только два раза можно воровать а третий раз уже голова так это жестоко как хочешь так и рассуждать за это слово тоже ответишь вот пишет он а а груссамян кажется его какой-то армянин походит и вот он говорит толпа пыль такая идет я говорю еще такое вора поймали ну и что люди прожили жизнь старики вора не видали это с Европы или откуда их в суде тащат его кричат сук 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 это вор ну а я говорит после обеда проходил на базар и вижу кисть руки прибитая к воротам базара почерневшая от солнца все перемотали перебинтовали иди отсюда что тебе кормить зря ну вот показывает Таиланд заводит мужика за рулем пьяный да у нас сколько их сегодня всех арестовать так надо полтора освободиться дальше у него такая вот как крест руки завязывают это притягивает ремнями здесь ему надевают у него только две булки эти видать дальше все ремнями затянутся ноги заковывают сердце бияния врач сидит здесь один экзекутор и какой-то бич сетка у него какая-то острое довольно и вот он начинает пороть раз а другой считает сидит записывает сколько ему раз и видно как у него все сдрагивает наконец кожа прорывается кровь течет по ногам и он стоит так у него сползло это на другое место опять подправили опять перетянули и опять а потом под белоручинки повели он вот так вот идет и теперь он не сядет на задницу это первое а второе ему там лет на десять отрубит так это жестоко сколько у вас на дорогах погибло твой брат где погиб на дороге Захарь вот она сидит рядом там богатырь какой был никого не нашли а здесь сколько у нас пока ни одного я как на такой город там 5 миллионов ни одного его сразу перехватят каждый обязан сообщить я видел пьяный все кончилось ну понимаете у закона есть возвышающие его свойства я сейчас могу ошибиться на Павелевских островах кажется там закон говорит что особый тонет женщина спасать нельзя уголовное преступление ты можешь спасать собаку кошку мужчину но не женщину если женщина тонет и ты вытащишь тебе лет 5 дадут сроку женщину нельзя спасать в законе написано ну в Финляндии приехали грибы нельзя собирать белые грибы растут закон приняли у нас было 4 человека отравились и закон и закон тут же принял грибы запрещая сорвать в Англии запрещается кормить голубей а почему женщину нельзя спасать не надо а погибали погибали женщины он говорит а у вас у нас это первым делом подвиг спасти женщину вытащить это награда а у вас сколько утонуло 300 женщин а у вас он говорит у нас за 300 лет ни одна не утонула мать ее в ванной учится и говорит доченька тебе не на кого надеяться она мужчину может спасать она как рыба плавает закон имеет такую силу возвышать человека она не на кого надеяться она плавает ныряет по дну ходит это реально это не выдумка а вот там-то за рулем пьяный там тебе такое дадут там пишут что ну и что а вот пожалуйста показательный процесс отобрали иди домой порт джипда вошел из нидерландов кажется корабль ну встретили там по каналу проводить лосманский кораблик я был моряком знаю ну и он зашел к нему в буфет не запечатан говорит в буфете у вас водка да а почему не отпечатаны да я капитан говорит как-то не знаю этот стар мех от отец подождите больше никого не надо это ваш буфет ваш он неопечатан и вы уже на нашей территории находитесь ну и что ну все ничего распишите что буфет неопечатанный был на вашей территории как корабль остановился полиция капитана два с половиной года срок каждые три месяца выводить на площадь сорок ударов его и заплатить 75 тысяч пунктов стерлингов и он я говорю выпустят он пешком по морю побежит вот это один раз и в своем мире это известно это вы на нашу территорию попали и у вас он неопечатанный может левой выпить ты знал закон знал идут по Египту вот журналисты приехали к нам он и подружку тот который остановился и говорит скажите это ваша жена да нет это сотрудница с такого-то отдела так не делайте этого египетский закон вас полицейский остановит и потребует паспорт венщины вы или нет бракосуществами пищать есть и это вас сегодня арестуют обоих будут пороть и выпустят там года через три только он сразу от нее отошел вот и все законы государства куда ты ешь и должен знать какое движение правое или левое на какой свет ехать это нам кажется так запросто а мы должны знать евангельский закон который на все времена во всех государствах вот мы узнаем за жизнь свою не надо трепетать как Бог даст если Бог умножил он заступится давай еще одна минута второй стих и преобразился перед ними и просияло лице его как солнце одежды же его сделались белыми как свет толкование возводит их на высокую гору дабы показать что тот кто не возвысится над земным не достоин таких божественных созерцаний возводит одних потому что он имел обыкновение славнейшее обыкновение славнейшие чудеса совершать в тайне дабы видя его божество не подумали что он человек только по привидению когда же слышишь о его преображении не думай что он слагал с себя тело оно оставалось в своем виде так как ты слышишь и о лице его и об одежде он только сделался светлее когда в нем несколько сколько возможно было видеть просияло божество почему он и назвал прежде преображение царством божьим 1628 так как через неизреченное просветление лица иисусова оно показало неизреченную власть его и явило что он есть истинный сын отца и представила славу его второго пришествия все вот взять преображение оно в пахте спасения никакой роли не играет никакой оно имело значение для учеников оно просто сообщает это событие его сделали двенадцатым праздником преображение вот она будет разрешается рыба там монахи они через желудок били всегда они выкомурили как хотели лазарев суббота икру можно а рыбу нельзя почему вся рыба это гроб а икра дает жизнь лазарь вышел живой яйцом поздравлять все это обдуманно поздравлять если на пасху только сырым христос не мертвый там чтобы народ даже был живой это все не так делается через желудок через желудок не проповедь это монашество через желудок пыталось достучаться наш отец знал посты госпожинки а жил как хотел госпожинки называл успенский пост и успенский пост вообще ничего не значит он пришел где-то лет через 500 500 это что не спасались люди христианской церкви и это как бы от великого поста строги какое отношение к великому о великом посте 69 апостольское правило говорит а об этом ни канонов ничего нет на это а ты их соблюдаешь я соблюдаю но они мне не нравятся теперь я стал молиться господи помоги мне соблюдать и любить этой посты теперь любовь выпросить так лицей непонятно Инатий он касается что значит преображение само преображение что для нас значит какая перспектива у меня прокурат есть такая даже подходили спрашивали как вы где-то такое взяли я нигде на молитвы просил яко же мажаху мы должны преобразиться из прежней вот этой тленной жизни духовную нам шанс дается только в духовном плане а на преображение едут люди со всего мира там на гору гора Фавор и там палатки там там говорит какое блуда только нет и что только нет и вот говорит это день преображения чистое как правило небо вдруг появляется одна тучка она идет из нее сверкает огонь и молния каждый год одно и то же чудо вот как благодатный огонь я не верю в это враг может и огонь с неба не изводить но я увидел действительно чудо писали где-то сейчас не знаю в Орловской или где области люди работали на поле и вдруг видят облачко черное темное облако одно единственное облако и быстро несется к деревне напротив деревни упало в деревню и там пыль поднялась оказывается деревья с корнем вырывает пронеслась и сразу исчезла что это по сегодняшний день никто не знает я считаю это нечистая сила это мое мнение такое в таком виде было явлено чтобы люди обратились к Богу потому что когда страх наводит нечистая сила то человек начинает искать прибежище но вот мать говорит никуда не ходи никуда и он никак ребенок там маленький а там выскочила собака там зола и он бежит скорее за мать цепляется вот так Бог делает допускает эту рогатую нечисть хвостатую копытную и она гонит нас ко Христу мы за ризу хватаемся Господи совсем утопаю уже а что такое страх лишение помощи от рассудка Соломон говорит лишение помощи от рассудка бояться не надо помнит и умер я у Солженица это прочитал хипелагула говорят а как он вам помог очень сильно я шагнул в тюрьму через порог и сразу скажи я пришел умереть и все сдохла собака он тебе ничем угрожать уже не может смертью а я пришел для этого умереть а все остальное ниже я пришел в эту жизнь умереть за Христа все больше ничего мне не надо ты меня гонишь ты как раз делаешь то чего я хочу вот эти ваххабиты ИГИЛ в школе преподают решили взять интервью пацаненку там 7 лет спрашивают его Ибрагим а кем бы ты хотел быть на кого похож он как на брата а чем он умер он подорвал себя он 1 в 70 евреев уничтожил я хочу таким же быть и хучат этому они с автоматами деревянными под колючей проволокой как змеи проползают а у нас возьми таких ребятишек с чего он знает он хлюпик ни к чему не пригоден ну кто видел документальный фильм Хиросима на документальной основе и он живой остался он был ребенком тогда и вот теперь как были нас приучали умереть вот видите это показали там как корзина такая это противотанковая мина мы даже бежать были все время ложились под танк грохочущий танк и для меня умереть это было счастье дезертиров не так много войну было если разобрать это люди друг другу там заградительные отряды были стреляли чтобы не отступали и все равно как-то помогало надо себя приготовить к этому я пришел умереть в этот мир и мне Бог отмерил вот столько я не думал что 70 прожил а мне уже 78 я каждый день думаю как же так это уж никак не ожидал рассчитывал то всего ничего а теперь а когда посмотрю у нас сестра 90 лет справлять хочет уже или с правилом так что ну призывайте к молитве да пойдем по машинам помогите нам всем уехать и не но и и и и и и и Счастнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слова ручную, сущую Бога рудит, суть Тебе речает. Кто хочет помолить? Отец наш Небесный, молим Тебя во имя Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, благодарим Тебя за все Твои милости и щедроты, за это тихое мирное время, за эту возможность слышать Слово Твое и толкование святых отцов. Посети, Господи, милостью Твоею, болящих рабов Твоих, путешествующего брата Иоакима, сохрани. Сохрани нас от недобрых людей, от воров, от нечистой силы, от всякого рода зла и греха. И душа нашим полезна и сотвори. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец и Сыне Святой Дух. Аминь. Так, ну кто может с машиной, помогите нам, в тюбе как экскурсия, всем показать. Ну кто, сядьте как в машину, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!